Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и сегодня у нас новелла. Это новый жанр на моём канале, про это я ещё не снимал, но в сообществе вы написали, что хотите, чтобы я снял, попробовал. В общем, ребятушки, новелла называется «Семь дней». Какая-то прямо она с виду как жуть какая-то. Надеюсь, будет интересно. В общем, ребятки, ставим лайкосы, подписываемся на канал, кто не подписан, и, конечно же, про колокольчик, динь-динь, не забываем. В общем, начало. Так, коснитесь, касаемся. И это у нас, кстати, в вертикальном режиме новелла. Так, пролог у Харона на допросе. Кто такой Харон? О чём он будет допрашивать? Сейчас увидим. Так, вижу, какая-то злая утка на нас смотрит из-под лобья. Так, что-то будет, наверное, интересное. Так, тут какие-то валюты какая-то есть, 200. Что это такое? Я не знаю. Скоро всё узнаем. И что? Брррр, как холодно! Где это я? Это, судя по всему, девчонка, да? Главная героиня. Так, ну вот это опять эта мрачная, зловещая комната. Здесь, во сне. Кто бы мог подумать, что ты попадёшь в комнату для допросов. Хм-хм-хм. Что это за чудо-юто такое? Подлатая. Так, и у нас тут выбор. В новеллах, я знаю, можно выбирать. Вернее, нужно выбирать, чё отвечать. Так, чёрт, кто ты такой? Я не знаю, кто ты такой. Но, можешь, ты скажешь мне, что происходит. Наверное, выберем второй вариант. Так. Так, меня зовут Харон. Я проводник в мир мёртвых. Вот так-то. Вот кто на самом деле. Так, добро пожаловать в последний сон. На границе между жизнью и смертью. Что за ересь ты несёшь? Проводник в мир мёртвых? Слушай, если это у тебя такое чувство юмора... Хм-хм-хм. Давай выберем второй вариант. Так, и что же нам ответит? Харон, давайте. Ты умерла! Офигеть. И что в связи с этим я должна сделать? И второй вариант. Если я умерла, почему я всё ещё разговариваю? Логично. Так, что же нам ответит Харончик этот? Ты ещё не готова это понять слишком рано. Видишь ли? Ты только что пересекла реку Забвения. Офигеть. Эм-хм-хм. Ну и что дальше? Да уж, звучит как сценарий для фэнтези. Ну как-то да. Выберем этот вариант. Я вижу, что ты не веришь мне. Позволь задать тебе один вопрос. Ты помнишь своё имя? Что за ерунда? Может уже перейдём к делу? Ну? Ну? Хе-хе-хе. Вроде как помню. А может она не помнит, сейчас узнаем. Эй! Как же меня зовут? Действительно не помнит. Чем ты занималась до того, как попала сюда? Можешь вспомнить хоть что-то? Я ничего не помню. Эй, какого чёрта ты копался у меня в мозгах? Я ничего не помню. Ну логично же. Позволь, я объясню. Тебя зовут Кирилл. Вот, теперь мы узнали, что девчонку зовут Кирилл. Ты умерла и только что пересекла реку Забвения. Смерть? Река Забвения? Моё имя? Ясно. Что дальше? Чёрт подери, что за ерунда со мной случилась? Вот это мне тоже интересно. Что с ней случилось? Почему она умерла? Надеюсь, вам тоже интересно. Твоё текущее состояние называется при смерти. Тебе будет дан шанс на воскрешение. У-ху-ху! Воскреститься! Абсурд какой-то. Ладно, продолжай. Значит, я могу воскреснуть. Значит, я могу воскреснуть. Ну, как бы, хочешь воскреснуть мёртвым. Никому не хочется быть, правильно? Не хочешь быть мёртвым? Ставь лайкос. Хе-хе-хе. Так, моя обязанность быть проводником для тех, у кого есть шанс на воскрешение. Но, конечно, тут есть подвох. Ты должна выполнить задание, которое я тебе дам. Так, и у нас опять два варианта. Ребятки, давайте я, наверное, два варианта не буду читать. Я сразу выберу варианты. Буду читать, которые я выберу. Вот так вот. И зачем тебе это нужно? В чём его смысл? Какой ему этот прикол это всё делает, да? Ты должна доказать, что достойна воскрешение. Достойна ты или нет, покажет испытание. Ясно. Как на права сдавать? Хе-хе-хе. Ну, типа того, да. Конечно же. Мне кажется, всё будет намного хуже. Ухмыляется. Ну, можно и так сказать. Я? А тебе-то что с того, что я воскресну? Вот это то, о чём я говорил. Какой у него смысл, интерес? У меня нет особых причин делать то, что я делаю. Это просто мой долг. Тебе стоит подумать о том, зачем ты должна воскреснуть, а не спрашивать о том, что тебя не касается. Да как много он болтает. Так как у тебя нет памяти, возможно, у тебя нет причины желать воскрешения. Если не хочешь стать одним из мертвецов, что бродят по загадочному, по загробному миру, будучи не в силах найти смысл жизни. Ты должна сначала познать себя. Итак, давай узнаем тебя получше, Кирилл. Ага, как? Ты только что сказал, что у меня нет памяти, умник. Умный, умный, по горшкам дежурный, да? Так, тебе и не нужна память. В смысле? Ты познаешь себя во время испытания. Да, познай самого себя, ясно. Кирилл тоже, да, ещё штучка, да, судя по всему. Я задам тебе несколько вопросов. Отвечай, как посчитаешь нужным. Окки-доки. А если я ошибусь? Здесь нет правильных ответов. Однако, отвечая на мои вопросы, ты сможешь лучше себя узнать. Значит, мои ответы расскажут о моём характере. Хитро. Хитро, мудро. Так, хорошенько, давай говорить. Послушай, пожалуй, постараюсь отвечать вдумчиво. И... Вот первый блок вопросов. Кирилл, о чём ты хочешь узнать прямо сейчас? Я хочу узнать, почему я умерла. Мне тоже это интересно. Почему же ты всё-таки умерла? Отчего? Машину её сбила или что? Или маньяк какой-то задушил? Конечно, тебе любопытно. Вероятность того, что девушка твоего возраста умрёт по естественным причинам практически равна нулю. Поэтому, скорее всего, это был либо несчастный случай, либо тебя кто-то убил. Я не читал эту новеллу. Я просто угадал, что либо машина сбила, либо маньяк задушил. А как ты думаешь? Наверное, меня убили. Скорее всего, это был несчастный случай. Мне почему-то кажется, что её убили. Давай нажмём так. Наверное, меня убили. Понятно. Значит, ты склоняешься к этой версии. Ребяшки, а вы как думаете, что с ней случилось? Её убили? Она сама брала несчастный случай? Пишите в комментариях внизу под этим видео. Если бы ты знала, кто убийца, что бы ты сделала? Прокляла бы его? Помолилась бы, чтобы он больше не грешил? Конечно, проклянуть. Убийца, если... Так, и... А, такой ответ свидетельствует о том, что ты уже жаждешь ваших грешений, а также выражения твоего лица. А выражение лица у неё злостное? Что это, книжка какая-то? На неё нажимать? Нет, не нажимается. Что ж, давай посмотрим из нашего разговора. И, скорее всего, у тебя осталось множество неоконченных дел. И ты сделаешь всё возможное, чтобы воскреснуть и завершить свои дела. Харон что-то пишет в своей книге. Теперь перейдём ко второму блоку вопросов. Представь, что перед тобой стоит небольшое животное. Какое животное это будет? Пускай это будет кошка. Вот она, киса. Киса Анфиса. Это милое и высокомерное создание. Что же она делает? По-моему, она просто сидит. Видимо, идёт по своим делам. А почему она идёт по своим делам именно перед тобой? Может быть, ей что-то от меня нужно? Что нужно кошке от Кирилла? Вы можете сказать? Хочешь сказать, она тебя гипнотизирует? Я уже вижу, как она машет хвостом из стороны в сторону. Ха-ха-ха! В общем, Кирилл, ты кошатница. Откуда она знает, кошатница она или нет? Капец. Ну, пускай будет да. Да. Она же не помнит ничего, это Кирилл. Чего она вдруг стала кошатницей? Вот как! Спасибо за ответ. И опять мы видим книжечку. Какую-то книжечку. Давай я подведу итоги. Это всё, что ли? Все вопросы? Хм, я вижу, что ты довольно эмоциональная. Значит, ты умеешь сочувствовать радости и боли других людей. Опять он что-то пишет в своей книге. Писака какой-то прям. Пришло время третьего блока вопросов. Когда ты воскреснешь, что сделаешь первым делом? Выясню, почему я умерла. Это, конечно, повышает градус напряжённости. И зачем тебе это? Чтобы не уберечь снова. Конечно, чтобы отомстить. Естественно. Месть. Понятно. Не скажу, что сама по себе месть это плохо, но... Интересно, чем ты займёшься после того, как отомстишь? Попытаюсь жить счастливо. Ну а что ещё делать? Отомстил, всё, живи дальше со спокойной душой. Счастливо. А счастье? А что для тебя означает счастье? Чтобы выбрать? Вот тут сложный вопрос прям. Нет, кое от чего избавиться, как я себе и обещала. Заодно увидим, от чего он обещал себе избавиться. От кота своего избавиться. Ха-ха, вот тебе и на. Отвечает Харон. В любом случае, твои ответы были довольно интересны. Я вижу, что перед тем, как взяться за работу, ты собираешься сделать мир вокруг себя чище. Очень важно примириться с прошлым, прежде чем думать о будущем. В любом случае, я надеюсь, тебе будет чем заняться, когда ты воскреснешь. Опять он что-то пишет свои книги, калякает. А теперь перейдем к финальному блоку вопросов, Кирилл. Ты готова начать испытание? Честно говоря, страшновато. Ну реально страшновато. Мы же не знаем, что там за испытание. Скажи мне, что конкретно тебя пугает? Меня пугает предстоящее испытание. Как тебе кажется, что это будет за испытание? Ну, типа преодолеть себя что-то в этом роде. И что именно в себе тебе нужно будет преодолеть? Свою темную сторону. Хо-хо-хо, Кирилл, я же говорил, та еще штучка. С ней тоже, по-моему, не все в порядке. У нас всех есть темная сторона, однако некоторые ее не замечают. А вот ты смогла увидеть ее в себе. Так, мои вопросы подходят к концу. Однако при всей своей решимости, ты показала себя еще и очень осторожным человеком. Хочется надеяться, что мудрость твоя будет так же велика, как и осторожность. Всегда спрашивай себя, что означает это испытание. Опять он что-то пишет в книге. Прям писака, смотри, всю ручку уже исписал, наверное, паста закончилась. Все, у меня больше нет вопросов. Можешь ли ты сказать, что теперь знаешь себя немного лучше? Ну, такое, такое, такое ощущение, что ты спокойный и расчетливый человек. Интересно посмотреть, как ты спланируешь выполнение этого задания. Значит, вот ты я какая. Вот такая вот у нас, ребятки, Кирилл. Теперь ты начинаешь понимать, что ты за человек. Перейдем к испытанию, которое ты должна выполнить, чтобы воскреснуть. Аллилуйя, неужели мы скоро воскреснем? Во-первых, возьми это. Вы взяли компас мертвых. Вот он, симпатичный. Твоя задача идти туда, куда показывает компас. У тебя семь дней. И что? Там будет портал воскрешения или что-то в этом роде? Мне нечего ответить, я не могу вдаваться в подробности. Но, когда ты придешь в то место, куда приведет тебя компас, произойдет нечто важное. Стрелка компаса, который дал мне Харон, просто вращается по кругу. О боги, что он нам дал, сломанный компас, что ли? Кажется, ты хочешь спросить меня о чем-то. Ну, как бы да. Я же скажу, сломанный компас дал. Этот компас сломан? Блин, это какая-то предсказуемая новелла. Стрелка остановится только тогда, когда рядом с тобой кто-то умрет. Отсюда и название. Компас мертвых. Значит, кто-то должен умереть, чтобы этот компас начал работать. Сейчас нашокировал, кого-нибудь зафигарят, чтобы компас начал работать. Так, и... Компасы. Я что-то нажал, блин. Значит, испытание дано не только мне. Я нажал, так получилось. Верно, когда начнешь испытание, ты встретишь людей, которые либо умерли с тобой в одно время, либо как-то связаны с тобой. Ты должна пройти испытание вместе с ними. Но это же не значит, что я буду с ними драться, да? Мертвые дерутся с мертвыми. Битва зомби. Нет, здесь нет ограничений и нет правил. Неважно, будете ли вы помогать друг другу или соперничать друг с другом. Единственное, что меня волнует, выполнишь ты свое задание или нет. От всех вас будет требоваться только выполнение задания. Однако помни, у каждого из вас разные задания. Значит, эти люди должны выполнить какие-то другие задания. Ну, логично. А компас будет работать только если кто-то из них умрет. И у меня всего 7 дней. Слушай, какую я жуткую новеллу выбрал. Надеюсь, ребятки, она вам понравилась. Так. Ну и что дальше? Где испытание? Где что? Харон, ты готова? Я могу сказать тебе только одно. Да он уже тут кучу понаговорил. Желаю удачи. Вот так вот. Аривидерчи. Эй, что происходит? Пространство искривляется. Эй, меня кто-то схватил. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Зомби-мана. Так, и что? Кто-то схватил Кирова? Конец дня. Достижение разблокировано. И смотри, что у нас появляется. Ты видишь, какой-то там чувак с красными глазами в маске какой-то куда-то и тянет. Ну что же, ребятки, на этом мы будем заканчивать, дабы не делать видео слишком длинным. Вот. Вторую часть увидите немножко позже. Конечно, если она выйдет. В общем, ребятушки, много лайков, много комментариев. Желательно положительных. И я снимаю сразу же вторую серию по этой новелле. А с вами был Вовкин. Пока-пока.